Добро пожаловать на канал моих друзей. Хира думает о том, кому она оставит Сару, если она умрет. Архун говорит Хире, что вылечит болезнь Хиры, показав ее лучшим врачам. Архун и Хира возвращаются домой. И Архун, и Хира очень расстроены, потому что результаты Хиры еще неизвестны. Архун подходит к окну, Архун посмотрел на Хиру и задумался. Внутри Хира тоже находится в подавленном настроении и планирует свою жизнь. Хира укладывает дочь спать и говорит, что оставит ее самому надежному человеку. Хира плачет внутри, Хира думает, кому оставить дочь, а Хира не может совладать с собой и уходит. Когда Хира выходит, она громко плачет от боли. Архун видит плачущую Хиру, подходит к ней и утешает ее. Архун говорит Хире, что понимает ее ситуацию и то, что она думает. Хира говорит Архуну, что он ничего не понимает, но Хира говорит, что Сахара для него все. Хира говорит Архуну, у Сахары нет никого, кроме меня. Хира говорит Архуну, что у Екты никого нет. Хира говорит, что обзвонила всех друзей Екты и не смогла их найти, а они не отвечали на звонки Хиры, потому что боялись. Хира говорит, что, поскольку она не может найти Екту, она даже не знает, кому больше доверить свою дочь. Архун молча слушает слова Хиры. Архун хочет успокоить его боль, но боится, что Хира ему не позволит. Затем Архун говорит Хире, что Архун — единственный человек, которому Хира может доверять. Архун говорит Хире, я здесь. Элиф спасает Азиза из тюрьмы. Азиз думает, что Элиф жалуется на него и хочет ее наказать. Позже Азиз узнает, что Элиф не жаловалась, а ее соседка Фериха жаловалась. Ночью Азиз думает о том хорошем, что Элиф сделала для него и его отца. Азиз звонит Элиф из дома и дает ей немного свободы. Если вам понравилось видео, нажмите кнопку «Нравится». Увидимся в следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!